МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Скажите, правильно ли, я сформулировала, действительно ли, для вас год был непростым или, в принципе, это такой штатный режим, обычное состояние? Да, ну, нынешний год был действительно... У нас два было чрезвычайных ситуаций регионального порядка. Это сибирская язва и пожары на Ямале. Вот, ну, относительно то, что касается сегодня территории, которую мы контролируем, это 4 миллиона гектар, вот. У нас было относительно спокойно, и мы потушили порядка 50 пожаров. И из них 31 мы помогали своим коллегам, это Таркасале, Надым, Красносельку. Скажите, пожалуйста, какая территория подведомственно ноябрьским спасателям, назовем это так, вот 4 миллиона гектаров, да, вы сказали, но до какого населенного пункта, назовем это так? Ну, населенные пункты 4 миллиона гектар, это входят населенные пункты город Ноябрьск, город Муравленко, поселок Вангапуровский, поселок Ханамей, поселок Халисовей и только Восточное. Достаточно далеко, сколько человек, какие ресурсы есть на то, чтобы закрывать эту территорию? Ну, как бы мы справляемся теми силами и средствами, которые у нас есть сегодня. Значит, у нас в штате 63 человека постоянного состава и 40 человек. Мы набираем сезонных десантных пожарных для тушения лесных пожаров. Скажите, пожалуйста, что это за сезонные пожарные, как ими можно стать, если человек вдруг хочется в эту сферу попасть? Мы даем весной, в мае месяце, даем объявление о том, что появляются рабочие места на пожароопасный сезон. Это с мая месяца по сентябрь включительно. Приходят люди, мы их инструктируем, мы их обучаем, тренируем. И затем группы от 6 до 8 человек формируем и со старшими групп направляем на тушение пожаров. Сколько проходит они обучения? Достаточно ли оно для того, чтобы тушить? Ну, для того, чтобы, безусловно, мы соблюдаем все нормы и технику безопасности, для того, чтобы правильно проинструктировать и направить специалистов, который бы направлял их там на правильное введение и ориентацию в лесу новых людей. Лесные пожары были, да, безусловно? Вы уже сказали, сколько потушили, но сибирская язва была такой неожиданностью, да? Отправляли кого-то на передовую борьбу с этим заболеванием? Значит, ну, я знаю, что с города ездили специалисты. Главное управление МЧС России принимало и организовывало ликвидацию, в частности, наших специалистов. Вернее, у нас нет специалистов, которые по сибирской язвы и нас с города Ноябрьска не привлекали. Ну, зато пригодились и здесь, потому что этот год оказался еще и на чрезвычайные происшествия разные, в кавычках, богатые, да, назовем это так, даже та история с девочкой, которая руку в мясорубку, например, засунула, да, это тоже, безусловно, там из мясорубки доставали руку именно спасатели. В общем, какие, может быть, самые распространенные чрезвычайные происшествия были в этом году? Ну, самые распространенные, это, значит, безусловно, тушение лесных пожаров, вот, участие нашей службы в ДТП, вот, поисково-спасательные работы. Поисково-спасательные в каком плане? В природной среде, то есть это грибники, лесники, этот самый, ягодники и так далее. А что, они теряются? Ну, я просто сама, видите, не грибник, не знаю, то есть они что, теряются в лесу, их нужно найти или что происходит? Да, на Пассаере у нас спасено 18 человек, мы нашли в лесу, занимались поисками, значит, оказывали помощь в ДТП 42 человека, тоже выезд, ну, хочу сказать, вы вот говорили об зоне ответственности, как я сказал, что территории у нас 4 миллиона гектар, а по автодорогам, значит, по федеральной дороге от границ Ханты-Мансийского округа почти до Губкинского 240 километров, и здесь от Ноябрьска в сторону Вангапура, в сторону Зимника-Радужного и дорога на Ханами, то есть это порядка по 100 километров каждая. Как быстро служба может приехать на помощь, например, на дороге? Мы реагируем, что называется, в минуту, почему? Потому что у нас служба круглосуточная, вот оперативный дежурный и дежурная группа, только поступает сигнал, сразу по радиостанции дают оповещение, и в течение нескольких минут они уже на выезде. То есть время идет действительно на секунды, назовем это так? Да, время, можно так сказать, время идет на секунды. Сколько человек все-таки удалось вызволить, если в общем говорить, в 2016 году сколько? Если говорить, вы ведете речь об оказании помощи населению, то мы примерно, вернее, даже я точно скажу, 426 человек по городу мы оказали помощь. А вызовов сколько было? Вызовов чуть более 300, 306 вызовов. То есть 306 вызовов, но при этом людей было спасено больше? Больше, да. То есть получается иногда в чрезвычайное какое-то происшествие попадает несколько человек? По несколько человек, безусловно. А в ДТП каким образом оказывается помощь? Вы помогаете людям из транспортного средства, собственно, выйти, если там зажимают или как обычно? Ну, в ДТП мы выезжаем на всех 100% случаев, значит, поступает сигнал и при этом ориентируемся уже на месте. Регламент у нас такой, это самое, или алгоритм мы его назовем. То есть приезжаем, оценивают обстановку, соответственно, огораживают там, чтобы не было доступа. Это дальше, если есть необходимость срезать крышу, мы срезаем крышу. Если смотрим, как пострадавший, какая степень у него, и в случае даже под него подводим носилки. Есть у нас такие специальные. Проговорили про то, как может доброволец попасть в ваши ряды, а как может попасть человек, который хочет связать свою жизнь на профессиональном уровне. 2017 год будет тоже непростым в финансовом плане, насколько мы уже понимаем, по бюджету, который был сформирован в России на три года вперед. Но, тем не менее, удается ли сохранить штат? Потому что все-таки спасатели – это люди, без которых мы не сможем обойтись, в случае чего всегда нужна их помощь. В этом вопросе я могу вас порадовать. Значит, текучести у нас нет. Абсолютно нет. Чтобы человек ушел по собственному воле, воли – это нет такого. Либо семейные переезды, либо других нет. Люди у нас работают по 15-20 лет. Поэтому попасть к нам очень просто. Для этого нужно отработать несколько сезонов на тушении пожара. В качестве добровольца, например, тоже? Ну, он не в качестве добровольца. Он устраивается на работу только на сезон. То есть ему платится полностью зарплата и так далее. Он, значит, тем самым мы можем человека как за эти месяцы проверить. Это вроде как испытательный срок. А он себе должен определить, для него это работа или нет. Почему? Потому что даже вот очень сложная, тяжелая работа в лесу, когда 35 градусов жары, когда пожары от них, когда гнус, комары и прочие неудобства. И большей частью они копают, отсекают огонь, копают там часто, большей частью лопаты работают. Это тяжелый труд. Но у нас есть ребята, которые работают по нескольких сезонах. И когда появляется вакансия, мы их берем, дальше проходим обучение, аттестуем. По этапам. Вначале спасатель, потом и спасатель третьего класса, спасатель второго класса и спасатель первого класса. Работа непростая, как вы и сказали. Но какие есть бонусы, не назовем это так, может быть, моральные? Почему люди остаются действительно так долго? Вы знаете, это как сказать, это как учитель, это как доктор. Призвание? Призвание. Это выбирает профессию. Я могу долго рассказывать, когда вот ко мне пришел водитель от нефтяников, где это было где-то больше 10 лет назад. И когда у нас еще не было зарплаты, а зарплата у него была в три раза больше нашего, вот, я у него спросил, семья есть, есть жена, двое детей. Я говорю, не возьму. А почему? Потому что завтра придешь и скажешь, жена не пускает на работу, потому что маленькая зарплата. Нет, я хочу быть спасателем. Сегодня это спасатель первого класса. Еще на одном фронте работают ваши сотрудники под водой, водолазные работы проводятся у нас. Скажите вообще, как давно или всегда в принципе вы осваивали эту стихию, находили людей, спасали в воде? Ну, я могу сегодня сказать, что больше 10 лет уже, то есть с шестого года у нас действует водолазная служба, одна из лучших в округе. Как проверяете, что лучше это в округе? Соревнования? Ну, у нас проходят сегодня лучи по профессии. Вот, наш спасатель, периодически, значит, наши спасатели-водолазы занимали первые места, лучи по профессии, вот и в нынешний год, у нас тоже спасатель водолаз Якупов занял второе место. Отчетно. В региональном, не в окружном, в региональном. В региональном, то есть это получается среди всех российских спасателей? Среди нашего регионального Екатеринбурга. А, Уральский федеральный округ, потому что Ямал-Спас, он входит именно в Уральский федеральный округ. В Уральский федеральный округ, да. Да, и получается, слушайте, ну, конкуренция серьезная, там и Тюменская область, и Челябинская, и Свердловская, и Ямала, и Хмау. То же самое кинологи у нас, они выезжают по 2-3 раза на соревнования. Вот, у нас 2 расчета кинологических, где проходят ежегодную аттестацию, и они там соревнуются. Скажите, вообще, как часто нужны водолазные работы в нашем городе? По каким, ну, наверняка все равно, поводы не самые радостные? Наверное, поиск людей уже под водой, вероятнее всего. Или есть еще какие-то назначения, задачи, с которыми справляются? Если у меня есть время, я могу рассказать под историю, как это все создавалось. Вот, это где-то было в 2006 году, когда у нас на карьере, где сейчас пара газовая стоит, утонул мужчина. Вот, и родственники, и администрация пригласила с Сургута водолазов. Те приехали, поработали 4 дня, пострадавшего не нашли. За это, так или иначе, им пришлось платить деньги, и эти немалые деньги. За 4 дня я там, по-моему, 400 с чем-то тысяч. Вот, тогда мы, я предложил начальнику гражданской обороны, нашего Ткачева Виктора Егорыча, и говорю, а что если так, что мы сегодня обучим водолазов, а администрация приобретет оборудование. Помощь людям, получается, и новые специалисты. Потому что мы потратим ровно эти деньги, это самое, потому что сегодня это будет, ну, не первый, к сожалению, пострадавший и так далее, и впереди. И мы пошли к главе, он принял наше предложение, и вот мы таким образом поступили. Ямал-Спас обучил и взял все разрешения допуски на работы под водой, а администрация города, значит, приобрела нам оборудование для погружения. Только поиск людей или есть еще какие-то задачи, которые решаются водолазами? Нет, нет, не только на сегодняшний день, это высококвалифицированные специалисты, которые могут производить технические работы, сварочные работы, достают машину, могут, если упадет, это самое, да, у нас уже специалисты шестого, пятого разряда. Межсезонье все-таки и лето подходит для этих работ, или наша зима тоже? Если надо, то, как говорится, нырнут. Если надо, то нырнут. До каких градусов? Возможно, или... Значит, у нас глубина погружения до 12 метров, и температура окружающего воздуха минус 20. Влезится Новый год. Будет ли праздником для спасателей, имею в виду тех, кто будет работать в смену? Все равно, что будут у вас работать ребята, да, будут работать сотрудники, и в новогоднюю ночь, и в новогодние праздники. Удается ли выдохнуть, или все-таки это такая жаркая пора, назовем это так? Вы знаете, я бы не сказал, что жаркая пора, год на год не приходится, разные бывают ситуации, но именно в праздники, именно в эти дни идут на работу лучшие из лучших. То есть, ставить график работы в январе месяце стоит очередь желающих. Да, почему? Потому что, ну, там немножко связано еще и с оплатой, и в то же время любят они работать вот когда... Ну, нагрузки сильно большой не бывает такой, чтобы чувствовалась разница, что там, я понимаю ваш вопрос. Да, просто обычно кажется, что все, травмоопасный период начался, но нет? Ну, сейчас более культура уже людей, питья и застолье и так далее, поэтому случаев достаточно, но они не обязательно связаны с застольем. Валерий Анатольевич, ну что, давайте пожелаем горожанам в этом году. Ну, в новом году я бы хотел пожелать, так как мы ждем Новый год, я хотел бы пожелать людям больше радостных дней, больше в жизни праздников, поменьше различных чрезвычайных ситуаций. И всем добра, мира, чистого голубого неба, счастья и здоровья. Огромное вам спасибо, что нашли время и пришли к нам сегодня в студию. А мы всегда готовы прийти на помощь, мы работаем круглосуточно. Валерий Анатольевич, вам тоже все-таки праздников, вашим коллегам спасибо, что спасаете из разных абсолютно непредсказуемых ситуаций. До свидания. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok